В Комсомольске-Наамурии на стадионе «Строитель» стартовало зимнее первенство города юности по футболу. В сезоне 2018-2019 годов принимают участие 26 команд. В премьер-лигу составляют 7 сильнейших клубов. В первом дивизионе 19 дружин разделены на две группы А и Б. Из победителей в конце сезона будут оспаривать путевки в дивизион рангом выше в матчах Кубка. В первые два дня турнира собрали немного зрителей. Пришли самые преданные, такие как Владимир Семенов. Он старается не пропустить ни одного матча уже более 40 лет. Ну, я вам так скажу, наши болельщики в этот сезон воспоминают, как, ну, как, как вам сказать, ну, в общем, наш сезон открывается, да, вот. И дело в том, что, ребята, вот, я вам скажу так, вот, наши болельщики любители футбола. Наш знаменитый Газинский, который знаменитый, ну, даже вот футболист мирового класса. Да, вот там, он вывел сборную России на чемпионат мира. Вот, и забил первый гол. Ну, я вообще, я вот любитель футбола, я любитель футбола. Я вам так скажу, что наш футбол, наш комсомольский футбол, который раздавился здесь, лучше всех. И вот так вот, ребята, извините, так вот, да. А как болельщик? А как болельщик, я болею за футбол с 1960 года. Вот, я ходил на стадион смены, еще мне было 10 лет. Так что, вот, и с этого года я болею на футбол, за футбол. Помню всех, всех, всех. И Гера Моногаева, и Новикова, и помню всех футболистов мирового, которые играли, в классе Б даже играли. В этом сезоне в качестве арбитра в поле официально дебютировал чемпион России по футболу во втором дивизионе зоны Восток в недавнем прошлом голкиперсмены Антон Бегеда. Он решил завершить карьеру в профессиональном спорте, но остался в любимой игре в качестве рефери и детского тренера. Да, все верно, да, работаю детским тренером с Дюшор-2 в отделении футбол. Втягиваюсь в работу потихоньку, нравится, все равно любимое занятие футбол. Стараюсь передать свой опыт, который накопил годами в профессиональном футболе, стараюсь передать детям свои знания, умения и навыки. В первые два дня морозка состоялись 11 матчей, в которых было забито 45 мячей. Не было зафиксировано ни одного ничейного результата. В премьер-лиге стартовые победы одержали зонби-авто, тепловик и клуб любителей футбола КНААС. В первом дивизионе в группе А на первом месте обосновался КНААС, взяли Амур и бюрократы. В группе Б на верхней строчке таблицы поднялись команды СКА из микрорайона Старт, футболисты Солнечного и компании гражданские самолеты Сухого. Наиболее результативным получился поединок между Амуром и Экспрессом. Здесь было забито 8 мячей. Со счетом 6-2 победу праздновал Амур. Надеемся, что дальше игры будут складываться так же, будем стараться. Ждали этот турнир, надеемся в этом году выиграть. В прошлом году стали вторые. Мы постараемся оправдать доверие партнеров, товарищей и снова завевать хотя бы призовое место. В субботу, 22 декабря, первенство города по зимнему футболу будет продолжено. В первом дивизионе в борьбу вступят пропускавшие тур две сборные железнодорожников. Также в ближайшие дни выйдут на поле в премьер-лиге автотрасс, а в первом дивизионе судостроители города юности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...